МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотелось бы начать не с вопросов каких-то общих, а именно современных, касающихся актуальных событий, которые происходят в мире. И мы сегодня обсуждали с коллегами, а что спросить? Вы знаете, вопросы такие, возможно, не очень очевидные и короткие вначале будут, а потом уже к вещам более глубоким и таким, знаете, вечным. И вот первый вопрос неожиданно. Идет у нас сейчас чемпионат мира по футболу, и мы решили поинтересоваться, а можно ли делать религиозному человеку ставки на сплот? Ну, вопрос неожиданный, скажу сразу. Немножко меня врасполк застали. Вообще всякий азарт, он, скорее всего, не от Бога. Всякий азарт. Когда мы пытаемся сделать ставку, положить рубль, а получить от этого 10, я это вижу лично я, как нетрудовой доход. Вот когда мы работаем, трудимся, печем хлебушек, шьем штанишки, вот это доходы трудовые. Кто не работает, тот не ест. А это, скорее всего, такой вот тотализатор, тотализатор, то есть который мне все-таки... Я, скорее, отношусь отрицательно к этому. Думаю, что это не то. Прекрасно. Честно скажу, читал различные отзывы и других священников, и примерно так же высказывается. Еще один современный вопрос. Можно ли на заставку в телефоне поставить икону? Я думаю, что можно. У меня у самого стоит икона. Почему можно? Потому что икона, она не должна выбрасываться в попираемое ногами место. То есть это должна... Надо понимать, что это святыня, к ней надо относиться за благоговение. И когда мы открываем телефон, видим образ Божий, можно и перекреститься, и вспомнить Бога. Зачем мы крестик на себе носим? И то же самое, это не какой-то талисман или амулет, а когда читается молитв на освящении креста, там говорятся такие слова, что мы носим воспоминания страданий Спасителя Иисуса Христа. И то, что лишний раз открывая телефон, мы вспоминаем Господа, либо храм, я храм заставку ставлю иногда, либо кого-то из святых, я в этом зла не вижу, если честно. Потому что когда мы телефон продаем, например, выбрасываем, эту заставку можем удалить, и все, и греха не будет. Ну и, соответственно, отправляют сообщения на различные православные праздники с иконами. Это тоже, в принципе, приветствуется. Так делается. Люди, это уже вошло в практику, так делается, и присылают друг другу иконы. Еще один вопрос из серии Блиц. А как православие относится к киберспорту, к компьютерным играм? Или там есть разделение, что много играть плохо, а там немножко поиграть нормально? А какая польза от этого, от компьютерных игр? Я не вижу. Ну, во-первых, глаза устают, излучение от компьютера идет, да и время человек тратит. Лучше заняться полезным, обычным спортом. Вот что мешает заниматься обычным спортом? Мы в свое время сутками бегали на улице, и никто от этого не по страху. Хуже не стали, глупее не стали от этого. А что касается информатики, это полезно. Информатикой заниматься должны быть хорошие педагоги, хорошие программы, хорошая система обучения. Это самое главное, что теряем время за этим занятием. И здоровье. Ну что ж, а вообще хотелось бы спросить сейчас. Количество прихожан в красноярских церквях, храмах, оно, как вы считаете, по вашим наблюдениям, вы уже давно, я думаю, что знаете, какой там контингент людей, кто туда ходит. Как вы считаете, больше стало красноярцев ходить в церкви или нет? Слава Богу, становится больше людей. Начинается с крещения, люди крестятся, приходят, и мы сейчас перед крещением проводим беседы, специально готовим людей перед крещением, младенцев крестим. Есть такая традиция, вы знаете, как правило, крестить в 40-й день от рождения, потому что 40 дней, это дни очищения женщины, через 40 дней мама уже может, после креи, после родов, она может сама уже участвовать в таинстве крещения. Обязательно крестный, хотя бы один, должен быть у ребенка. И почему мы крестим младенцев? Да, такой вопрос, и зачем мы крестим младенцев? Да, казалось бы, тут многие говорят, только нужно креститься в сознательном возрасте, самому делать выбор. Вот тоже, да, в кассу вопрос, что называется. Да, но можно посмотреть на традицию еще с апостольских времен. В первом постании Коринфянам, апостола Павла, есть такие слова, что неверующий муж освящается женой верующей, неверующая жена освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь они святы. Так вот, святыми называли в апостольские времена только крещеных. Святые – это кадоши, еврейское слово, то есть это люди, специальные отделенные для Бога, божественные, божьи люди, божий удел, особая раса, особые люди, это крещенные, святые люди. И что означает неверующий? Муж освящается женой верующей. Когда жена верующая, крещенная, она проводит с мужем беседы, она не может не говорить, она и образом жизни, и смирением, и любовью, и терпением является образ христианки, является примером для него. И со временем муж освящается и тоже принимает крещение. Вот об этом идет речь у апостола Павла. И, конечно, младенцев они крестят. И это первая сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, когда у нас рождаются дети, мы стараемся дать им все самое лучшее, что у нас есть. И воспитание, и питание, и одежду, и люди, чтобы самые лучшие к ним ходили, и самое лучшее образование, и денег на это не жалеем. Но самое главное, что есть у верующих людей, это их вера. И как веру ребенку не дать. Но когда мы ходим в храм, а там это таинство у верующих людей. Мы знаем, что прямо во время литургии на престоле у священника хлеб и вино превращаются, прилагаются в тело и кровь Иисуса Христа. Как это происходит, не знает никто. Но вы знаете, что верующие приходят и им из ложечки дают всем причастие. Есть люди, которые брезгуют, говорят, как я буду есть из одной ложечки со всеми. Там подошло 200 человек, там заболеют чем-нибудь. Но это здесь в чаше, это огонь, который пожигает все. Все болезни наши, все страсти, все вот эти вот, то, что сейчас называют, ну пусть меня простят, порчи, сглазы прокатят, и все истребляется. И все грехи, это огонь, это огонь. И, конечно, никто от него заболеть ничем не может. И скажу такую вещь, когда всех мы причастим, то, что остается в чаше, после всех уже съедает сам священник. И никогда за 2000 лет батюшка ничем не заразился. А наоборот, он чувствует, как болезни все проходят. И есть еще такое заблуждение, что якобы мы спаиваем младенцев до спиртным, то, что там дается. Но это по спиртосодержанию, это не больше, чем обычный кефир, если вот так вот сказать. То есть, по сути, даем капельку крови Господним младенцам. И когда мы причащаемся, мы понимаем, что это не просто какие-то символы, а это такая святыня, которая нас просто делает совершенными, святыми людьми, которые настолько радостно становятся на душе. И ты понимаешь, что ты не можешь своего ребенка этого лишить. А как его причащать? Только после крещения некрещенных мы не можем причащать. Поэтому мы младенцев крестим. Крестим и начинаем уже их с младенчества причащать тело и крови Господних. И когда мы крестим, когда крестим взрослых людей, люди, взрослые, дают Богу обещание, клятвы, вести святую христианскую жизнь. Ну, то есть, мы всю жизнь меняем. А за младенцев эти клятвы дают крестные родители. Для этого они и нужны. То есть, человек отказывается от всего зла, которое есть в этой жизни. Самое страшное зло сегодня «Будущее», «Порчи» там снимают. Может, видели вот это вот все там? Была такая прорицательница Ванга. Может, вы слышали про нее? Конечно. Однажды наша советская кинорежиссер Лариса Шипитько, она, ну, ее знают все, это вот еще те времена, 80-е, 70-е годы. Поехала в Болгарию и там зашла к ней на... Ну, просто, просто вот из любопытства хотела узнать будущее. И та и предсказала, что она через год погибнет. И она, правда, погибла. Разбилась, и с ней разбилась съемочная группа. То есть, когда мы идем к предсказателям будущего, мы ту свободу, которую Господь нам дал, мы отдаем в руки сил зла, в руки дьявола, по сути. То есть, мы лишаемся свободы. Что надо сделать человеку, если он когда-то этим занимался? Вызыванием духов. Просто пойти у Бога, попросить прощения и только в таинстве исповеди, не просто перед иконочкой попросить прощения, а перед священником. Тогда таинство совершается, и грех человеку прощается, и душа исцеляется. Грех нас делает не столько виноватыми, сколько несчастными. Люди, которые грешат, они становятся несчастными. И первое здесь симптом — люди теряют радость. Нет радости, когда грех совершает человек. В сегодняшние дни люди тяжелее всего грешат грехом блуда. Блуд — это беспорядочные половые связи. То есть, до брака, отношение до брака называется блуд. И когда взрослые люди крестятся, они дают Богу обещание, клятвы никогда этого не делать. Ни блудом не согрешать, ни к бабкам к этим не ходить, ни порчи не снимать, ни будущее не предсказывать. Есть еще грех такой сегодня, который у всех гороскопы слышали, занимаются. Козерог, авент, и так далее. Крыса, собака, змея. Астрологи. Астрологи. Мы говорим, что мы не крыса, не свинья, не змеи, не козероги. Мы образ и подобие Бога. И когда человек начинает верить, что он крыса или свинья, он в это правда превращается. То есть, по сути, все люди ходят зомбированные, то есть, они уже не свободные. А свободу дается именно Христом, Господом. Он дает нам свободу. Мы получаем очищение от этого плена. Мы становимся свободными. Образ и подобие Бога. Еще есть масса... Я хотел уточнить. Откровенно скажу, судя по этому спичу, все мы грешники. Практически, да? Большая часть. И много ли людей, красноярцев, ходят исповедоваться? К сожалению, не так много. Не так много, как хотелось бы. Я такой подсчет не вел, но я думаю, тысяча от 7 до 10 тысяч, наверное, ходит. Ну, 7-10 тысяч. Люди, которые ведут такой настоящий христианский образ жизни. То, что я вам сейчас назвал, люди, правда, живут в этом. Но виной-то в этом. Ведь мы сами, мы же терпим это. Мы терпим. У нас по телевизору идет бегущая страха, козероги, то и это, скоропиона, то и это. Возьмешь газету, сниму порчу с глаз. А знаете, как приходят люди часто на исповедь, женщины, которые страдают шизофренией. И начинаешь спрашивать, а что произошло? А я пыталась приворожить там юношу. То есть ты, по сути, пыталась лишить человека свободы, другого свободы. То есть ты хотел его к себе приворожить. И за это Господь ее саму разум лишил. Она уже пришла, вроде бы попросила прощения, но исцеления не происходит. Я так про себя думаю, что ей, конечно, легче. Она получает облегчение, но это настолько тяжкий грех привораживать кого-то, лишать кого-то свободы, что человек ходит с этим грехом, точнее, с этой болезнью в назидание остальным, чтобы все видели. Причем эти люди не скрывают, чем они занимались, за что они получили это наказание от Бога. А представьте себе аборты, когда люди убивают своих детей. И когда ты совершаешь это, женщина страдает потом всю жизнь, когда она осознает, что совершила. И когда приходят люди, женщины, которые потеряли ребенка. Ну вот ребенок родился, мальчик, девочка жил, заболел и умер. И когда она понимает, что такого же младенца она сама убила по своей воле, вот когда она это понимает, то, конечно, очень тяжелый человек. Он идет на исповедь, со слезами просит у Бога прощения. И мы уповаем на то, что Господь простит этот грех. Но хуже всего то, что этот грех сегодня введен в систему общего медицинского страхования. То есть мы, любой может прийти, женщина сделать аборт, и мы за это платим все. То есть, по сути, все как бы соучастники этого греха. То есть, вот это вот, это тоже очень плохо. А никогда не поздно поверить в Бога, как вы считаете? Ну, был такой человек, разбойник, который уже был распят на кресте, и он был, Господь был распят, и тот разбойник, было два разбойника, слева и справа. Тот, который слева, он начал смеяться над Богом. Он говорит, если ты Сын Божий, то ты сними с креста себя и нас. А тот, который справа, говорит, неужели ты не видишь, что мы достойные по делам нашим, приемлем, а этот, который висит, он берет на себя грехи мира. И разбойник, он понимает, что он так много зла в своей жизни совершил. Он понимает, что в таком состоянии даже прощения просить ему, он даже не может просить прощения. Говорит, Господи, ты хотя бы вспомни обо мне, хотя бы помяни меня, Господи, когда приедешь во царствие Твое, ему Бог говорит, сегодня же будешь со мной в раю. Первым в рай попадает разбойник. Вот парадокс, в чем человек ничего доброго в своей жизни, по сути, мог и не сделать даже. Но вот это покаяние, как того блудного сына, который погибал, нашелся, был мертвым и воскрес, который явился, пришел к отцу и получил от отца прощение. Вот мы все всегда можем получить от Бога прощение. Никогда не поздно, всегда прям перед одром смерти и даже в ранней христианской церкви была такая традиция креститься перед смертью. Традиция неправильная, осужденная отцами церкви, потому что человек может умереть, и так он не успев покреститься. Ну, например, Константин, великий император, он хотел покреститься перед смертью, хотя он ровно апостольный, который уже был, собирал первый вселенский собор, но он тогда не был крещен, даже еще такой удивительный парадокс. Прощает, даже если совершили очень тяжелые грехи? При одном условии, чисто от всей души покаяние. Некоторые люди считают, он там убивает, раскаивается, убивает, раскаивается. Что это за христианин? И церковь ему все прощает. Ничего подобного. Если человек от всей души не раскаивается, он не прощен. То есть, настоящий, вот как Иуда, он раскаялся, что совершил злодеяние, но не покаялся, не попросил у Бога прощения. Он понял, что сотворил зло, но у Бога прощения это он не попросил, он пошел и удавился. То есть, это две большие разницы. У вас прозвучала такая фраза «настоящая христианка». Какая она, настоящая христианка, сейчас, в современном мире? Есть какой-то портрет, образ? Это всегда человек, который видит свои грехи. Вот так вот скажем. Потому что иногда бывает так, что знаю одного человека, который пришел в храм на исповедь, говорит, у меня один грех, я себя не люблю. Вот так вот. А настоящий христианин это тот, который видит свои грехи, видит, что он далек еще от совершенства. И есть такой великий сесой, который, когда умирал, сказал, что я даже не знаю, положил ли я начало покаянию. То есть, это люди, которые, это не люди святые, это не те, которые поднимаются на землю во время молитвы, а те, которые видят то, что без Бога ничего не могут, то, что без Бога они немощны, и они, ну, такие вот, беспомощные. А я именно спрашивал про женщин, про девушек. Или здесь нет разделения? Здесь все... Смотря что вы имеете в виду, то есть вы имеете в виду внешний образ или облик. А давайте и внешний. Ну, внешний облик, ну, как вам сказать, иногда внешность омачивая, иногда бывает такое, что человек и без платочка пришел в церковь, и в брюках, а по духу он больше христианин, чем тот, который ходит в платочке, и в юбке. Но это только внешнее. Он только пытается внешность создать, а когда начинаешь с человеком разговаривать, видишь, что это человек... Ну, главная душа получается. Да, получается так. Наверное, так. Можно ли быть верующим, но при этом не ходить в церковь? Вот как раз то, о чем я вам сейчас сказал. У меня было такое удивительное событие 20 лет назад, когда я приехал в Красноярск, на торговом центре, есть такой храмик Николая Чудотворца, такая, ну, как часовинка. Я пытаюсь туда зайти в воскресный день перед службой, открываю двери, а оттуда люди вываливаются, как из автобуса в час пик. То есть они зачем-то туда пришли, вот так вот стоят туда, как сельдь в бочке, и что-то там они ждут. Ну, зачем они идут? Ну, так вот стоять вот полтора часа, и когда уже стал ходить в церковь, и понял, зачем они ходят, зачем они стоят. Они ходят именно ради вот этого самого причастия, ради тела и крови Господних, ради благодати. То есть ты, когда начинаешь причащаться, ты понимаешь, что ты без причастия просто человеческая оболочка, ты не человек. Ты хочешь быть добрым, хочешь быть радостным, хочешь быть счастливым, хочешь быть спокойным, но ты не можешь, ты ненавидишь людей, ты раздражаешься, ты сердишься, ты обижаешься, И ты не можешь сам справиться с обидой, ты не можешь сам справиться с раздражением, сам с ненавистью не можешь справиться. И ты приходишь в храм и исповедуешься, просишь у Господа помощи, поддержки, называешь своей немощью то, что у тебя на душе, и причащаешься телу и крови Господних. И такие перемены с тобой происходят в душе, что ты просто готов на край света идти, лишь бы за этим самым причастием, за этими таинствами. Ради этого люди и ходят. Поэтому, конечно, нельзя. И эти таинства может совершать только священник. Без священника нельзя. Без священника — это человек, специально от Бога поставленный, через таинство Хиротонии, рукоположение. Оно идёт от апостолов. Это не какой-то документ, это не какое-то письмо, а это именно таинство, время которого Дух Святой сходит на человека, и он начинает совершать таинство. В книге «Деяния апостольских» есть такой случай, когда дьякон Филипп идёт крестит самарийцев, самаритян, но на них после крещения не сходит Дух Святой, потому что у него не было этого таинства, рукоположения, таинства Хиротонии. Все за ним идут два апостола — и апостол Пётр, и апостол Иоанн, и уже возлагают руки, и только тогда Дух Святой сходит на них. Вот это называется таинство священства, когда Дух Святой есть на человека, и он начинает, благословлённый Духом Святым, говорить, и вот эти все дары Святого Духа людям сообщать. И когда мы это почувствуем, мы понимаем, что без церкви, без причастия жизни просто нет. Для этого нужны и священники, и церковь. Если позволите, кое-что про венчание скажу. Давай. Про венчание. Потому что я несколько лет назад был в Греции, и меня удивило то, что приезжают люди, верующие, которые у нас здесь ходят в храмы, исповедуются, причащаются, но их там не допустили до причастия, потому что они живут невенчанным браком. Так вот, в Греции невенчанный брак даже браком не считается. Вот настолько строго. Что такое венчание? Ну, вы знаете, что когда юноша и девушка встречаются, знакомятся, они объясняются друг другу в любви, они знакомятся с родителями, потом они совершают свадьбу, брак, потом венчаются, и только потом допустимы близкие отношения. Сегодня мир устроен так, помимо того, что бежит стрелочка с бегущей строка, с гороскопами, нас всех приучают к гороскопам, нас учат делать аборты, нас учат жить легко, в свое удовольствие. Сегодня нас учит окружающий мир близким половым отношениям до брака. Это тяжкое зло, это страшный грех. И сегодня некоторые говорят, что как можно жениться, не попробовав друг друга в постели. Вдруг ты там как-то другу не подходишь. Но я абсурдно ничего не слышал. У меня был такой случай, когда я встретил свою супругу будущую. Я настолько полюбил ее, понял, что этот человек настолько мне дорог, что даже если вообще мне ничего там не будет, вот как они говорят, получатся там, простите уж за такую вульгарщину, но я хочу быть с этим человеком всю жизнь. Это мой человек. И у нее было то же самое. Поэтому в этом плане вопросов у нас не возникало. Испытывай там друг друга, пробовать как-то. То есть мы должны быть по духу близки друг к другу и по-настоящему друг к другу любить. И когда сейчас меня спрашивает девушка или юноша, «Надо ли мне жениться, выходить замуж за этого человека? Скажите мне, как духовный отец». Я говорю так, ну ты посмотри на себя. Ты готов вот без этих отношений с человеком всю жизнь провести? Да, готов. Значит, ты любишь его. Значит, действительно, это не плотское, не внешнее, это не плоть в тебе играет, не гормоны, а ты по-настоящему человек тебе близок, и ты к нему хочешь ради него отдать всю свою жизнь. И в своей супруге я увидел такого человека, который ради меня готов на все. То есть он готов просто всю жизнь отдать. Вот это служение, вот эта преданность я увидел в этом человеке. и понял, что я с этим человеком, мне не страшно с ним быть всю жизнь. И после этого люди вступают в брак. Так вот, когда мы приходим в ЗАГС, нас спрашивают, хотите ли вы быть мужем, женой, мы здесь даем обещание супругу хранить любовь и верность супруге всю жизнь. То же самое и в Таинстве Венчания происходит. Мы то же самое обещаем перед Богом хранить человеку верность всю жизнь. И что у нас получается? Когда в этом браке родятся дети, во-первых, сам муж, он уверен, что никогда жена не изменит. Жена уверена, что она перед Богом пообещала, она никогда ему не изменит. Но в этом браке родятся дети, которые уверены в своих родителях, у них нет неполноценности, нет у них беспокойства о том, что семья может распасться. Вот у нас сегодня многие люди говорят, я там встретил любовь, я хочу там уйти, я там и так далее, хочу разбить семью. Но ты спросил своего ребенка, он хочет, чтобы ты уходил из семьи? Да, конечно, не хочет. А ты сам-то вырос в полной семье, в полной. Почему же ты своему ребенку такой сюрприз делаешь? Почему же ты из семьи-то уходишь? Поэтому, когда вот эта уверенность взаимная есть, у папы в маме, у мамы в папе и у детей, все это переходит на детей, и получается многодетная, большая семья, когда никто ни от кого не прячет ни камни за пазухой, не боится другого. Все уверены друг в друге. Вот это настоящая семья. Сейчас мы приходим к выводу, что при любой свадьбе нужно венчаться. Сейчас хотел про обратное спросить. Немножко, чуть-чуть не так. Ну, по сути, брак – это свечание. Венчаться могут только верующие крещеные люди. Вот я бы добавил это. Да. Но если эти люди расходятся, разводятся, можно ли считать развод состоявшимся, если не произошел еще какой-то развод по венчанию? Или это уже по умолчанию происходит? Ну, вот знаете как, у вас был такой вопрос, как бы прозвучал в эфире. Может ли церковь меняться? Да, вот с одной стороны, что Господь сочетал, то Бог, что человек не разрешит, да, не разлучит. Раз Господь уже сочетал, будут два вплоть едины. Тайна себя велика есть. Что может человек здесь делать? Ну, мы видим, что, например, в одной семье мужчина ушел в другую семью, да. Ну, вот что делает женщина, что ей остается делать? Оставаться ей одной, а вдруг она, ну, как бы, ну, полюбит кого-то. Всякое может быть. Если она не виновата в том, что мужчина ушел, бросил ее, да, то был у нас поместный собор, русская православная церковь, в 1917 году. И этот поместный собор разрешил определенные отдельные случаи, в исключительном случае, когда человек не виноват, разрешать такие вот повторные венчания, повторные браки. Чин повторного венчания, он скорее покаянный, то есть он не такой нерадостный, не торжественный. А мы просим у Бога прощения за то, что не смогли содержать эти обеты. Но это как такой, как бы, шаг, это такая милость, любовь Бога к человеку, чтобы не сделать большего зла. Например, мы знаем, что в Ветхом Завете мужчины убивали своих женщин, убивали своих жен, потому что они от них уставали. Вот он устал, надоел, убил, женился второй раз. И поэтому Господь говорит, что Моисей вам заповедал давать жене там разводное письмо, отпускать ее, именно для того, чтобы не было большего зла. Не потому что это было хорошо разводиться. И здесь, чтобы не было большего зла, чтобы эта женщина, которая раз была венчана, чтобы она могла второй раз помечаться, и хотя бы раз, первый раз не получилось в качестве такого вот, грубого, такого исключения, второй раз помечаться уже таким вот покаянным чином. Ради этого это было сделано, как такое послабление. Но это соборный дух церкви, это когда собрались отцы церкви, они молились об этом. И Господь им открыл, что лучше сделать так во избежание большего зла. Вернемся к крещению. Хотелось бы узнать, вот вы сказали, что там лучший период — это 40 дней, когда ребенку, да? Что касается там более позднего возраста, когда действительно уже осознанно люди это делают. Здесь какие-то рекомендации есть, когда лучше, если мы эти 40 дней, допустим, пропустили. Чем раньше, тем лучше. Или, может быть, имеются какие-то рекомендации церковные? Смотрите, 40 дней, потому что 40 дней женщина после родов, она проходит дни очищения. И мама уже после 40-го дня может участвовать. 41-42, любой день после 40-го дня уже, как правило, приходит к кресту. Такого нету прям большого. И в 3 месяца, и в 4, и в 5, и в 6. Только есть такая просьба, такое пожелание. Приходить пораньше, потому что, когда дети вырастают, большие, они не помещаются в купель. У нас есть купель, где мы детей крестим. И ребенку трудно уже туда утрамбовывать. Ну, как правило, потому что правильно покрестить полным погружением туда прямо окунуть. А потом уже взрослого ребенка крестить приходится уже в баптистерии. То есть это такой большой баптистерий, куда погружают не во всех храмах они есть. Поэтому лучше, конечно, долго не ждать, пока ребенок сильно не вырос. Вот 40 дней исполнилось, ищите крестных, приходите на крещение. А сейчас чаще приходят креститься уже более взрослые дети, или же раньше крестили маленьких? Как правило, младенцев крестят. Более поздних, там, вот 3-4-5 лет, ну, редко уже. Вот, как правило, вот этот возраст, который я назвал. Но обычно до года успевают покрестить. 4-5-6-7. Вот это самый такой возраст. 4-5-6 месяцев. Вот этого ребенка уже 7 месяцев уже в купель, уже лучше 40 дней, плюс небольшой там какой-то хвостик. Месяц, 2-3 еще он помещается в купель. А есть какие-то ограничения, допустим, для представителей других церквей? Вот личная история. Я стал крестным ребенка, соответственно, но у меня армянская апостольская церковь. У нее русская православная, соответственно. Но во время обряда крещения я ребенка не держал на руках, и, соответственно, я стоял в стороне. Ну, почему-то так объяснили именно в церкви. Но, тем не менее, я являюсь его крестным. Это специфика именно там конкретной какой-то церкви или общей видении? Нет, лучше крестным брать из именно той церкви, которая русская православная церковь. Тем более сейчас такого недостатка нет в людях, крещенных в русской православной церкви. Почему так? Но это же христианство, и то, и то. Ну, видите как. Как бы вам сказать. Христианство и то, и то. Но некоторые догматы, ну, согласно, например, монофизический догмат о природе, о двух природах во Христе, не все исповедуют одинаково. То есть армянская церковь, русская православная церковь. Поэтому лучше, чтобы не было сомнений, чтобы не было... Потому как таинство происходит на духовном плане, на духовном уровне, чтобы мы не сомневались в этом, чтобы у священника не было сомнений, я бы лучше взял в крестное человека, который, ну, вот, своей русской православной церкви. Вот так вот. Потому что, ну, вы же не сможете и ребенка в русской православной церкви объяснить. Даже разницу ему объяснить надо, в чем отличается армянская церковь, апостольская, от русской православной церкви. То есть это даже объяснить, чтобы даже объяснить, нужен человек, который это знает, в этом разбирается. И в соборах, и в христологии. Вот. Это сложно. Лучше, наверное, не надо. Лучше взять крестного из своей церкви. Спасибо большое. Вот такое у нас большое интервью получилось с отцом Максимом Золотухиным, который к нам любезно пришел и не побоялся ответить на вопросы, связанные с современным миром. И теперь мы знаем, стоит ли ставить иконку на обои мобильного телефона или же нет. Благодарю вас, что пришли. Сейчас у нас прогноз погоды. Далее еще один выпуск новостей «Прима». Не пропустите. И в 19.00 уже завтра свежий выпуск новостей «Прима». Будьте с нами. В эфире был Давид Абаджан. Встретимся в эфире не только.